Друзья, всем привет! Сейчас поговорим о том, как Венгрия опять играет на Россию своими решениями, как допускает российских шпионов на территорию Европы и какие эти шпионы тоже покажу, и чем они занимаются тоже Они убивают там, занимаются провокациями, потом их выменивают Мы все это видели В общем, отличемся чуть-чуть от событий в Хурской области Хотя, безусловно, продолжаем следить в моем телеграм-канале Все новости оттуда следите, не забудьте подписаться на телеграм-канал В России глушат уже YouTube, чтобы люди не узнали, что происходит в их же Хурской области Но ничего, при желании все смогут узнать Для этого вы можете мне помочь Подписывайтесь на канал, жмите кнопку лайк Пересылайте прямую ссылку своим знакомым друзьям Чем больше людей увидят прошлое видео про Хурскую область, тем важнее Ну и это видео, конечно, тоже Итак, друзья, интересная история Венгрия приняла решение фактически раскрыть двери Европы для россиян Ну, а то есть, мы понимаем, для российских шпионов, агентов и так далее Это стало возможным благодаря тому, что мы сделали это в одностороннем порядке Они включили в россиян программу так называемой национальной карты По которой иностранцы могут приезжать и жить и работать сроком до двух лет в Венгрии Ну и привозить семьи и все А дальше же там уже все, шенген из Венгрии Дальше ты уже беспрепятственно, нет проверок, передвигайся куда хочешь В Европе уже ширится возмущение Президент Литвы Гиттенас Науседов сказал, что фактически Венгрия запускает в Европу российских агентов-шпионов Не только российских, кстати, это касается граждан Беларуси И об этом тоже говорит Науседов Страны, которая участвует в агрессии России против Украины и фактически против Европы Ну не только словами там все дело обходится Я думаю, что будут санкции против Венгрии Еврокомиссар по внутренним делам обратился к министру внутренних дел Венгрии за разъяснениями А внешнеполитический саммит ЕС, который должен был пройти в Будапеште Как в столице страны, председательствующей сейчас в Европейском Союзе Скорее всего там не состоится И туда никто не приедет А Жозеп Боррель просто назначит саммит в другом месте И как пишет политика в таком варианте Просто в Будапеште никто не приедет, вот и все Будет два саммита На одном будет один Сиярта На другом все остальные Ну я не знаю, может еще Словака вытащат Ну а так все Ну вот такая история А почему это все важно? Да вот еще один пример Ну российские агенты, которые убивали в Берлине Как этот Красиков, которого обнимал Путин, своего карифана В Словении шпионы, которые шпионили И рассказывают, что их даже дети не знали и так далее Вот вам еще один пример Эстония, такая гражданка Бурцева Но это не была, она уж прямо сильно законспирирована История такая В 94-м году натурализировалась в Эстонии Ну там активно работала типа журналистка Типа на российских медиа В 2017-м году начала работать на Россия сегодня Киселева Когда санкции против него ввели И она продолжила работать Сейчас, как выясняется, еще она в районе 19-20-го года Закончила двухлетнюю магистрскую программу Гибридные информационные операции, угрозы В Севастопольском государственном университете по курсу Который возглавлял глава частной разведывательной компании И бывший офицер ФСБ, контрразберки России Можете себе представить Ну бывших мы понимаем сами Чем там занималась Бурцева и чему ее учили После этого она выпустила книгу Гибридная война за мир Подписала, причем ее Там было подчеркнуто, что книга, мол, эстонская Потому что подписала своим псевдонимом Б.Л. Свет Вот такой вот свет Это Бурцева все тоже Светлана Бурцева Стала Б. Светом Такая, знаете, с выдумкой И якобы, вот смотрите, значит Это в Эстонии такая книга Книга полностью, естественно, пророссийская пропаганда и так далее В общем, за Бурцеву взялись Ее Эстония обвиняет в измене родин В шпионаже, предательстве Ну, в общем, все, что она и сделала С 1 марта она под стражей Сейчас, значит, вот были предварительные создания суда Все ее апелляции, чтобы ее отпустили, отклонены 1 ноября начнется рассмотрение дела по сути Ну, надеюсь, эту шпионку осудят Но хотя дальше, что будет, мы тоже с вами понимаем И вот сейчас Венгрия фактически дает возможность заезжать Вот таким вот Бурцевым, Красиковым и прочим Штирлицем Беспрепятственно в Европу И, конечно, это абсолютно какое-то безумие Ну и кто такая, чтобы вы поняли, кто такая Бурцева Посмотрите, как она поздравляет с Днем России С Днем России И вот это все там, в общем, это надо видеть Сегодня День России Дорогие россияне, соотечественники, проживающие в Эстонии Я поздравляю вас с этим праздником, который в этом году совпадает с 75-летием праздника Великой Победы Мы отмечали, отмечали, отмечаем и будем отмечать этот праздник Я хочу поздравить сотрудников посольства Российской Федерации в Эстонии с Днем России Которые помогают нам всем, чем могут, сколько в их силах Я хочу пожелать им бодрости, здоровья, благополучия их семьям С Днем России, за нашу великую Родину Дорогие друзья, дорогие соотечественники Я обращаюсь сейчас не только к тем, кто живет на территории Российской Федерации Но и к тем, кто живет за пределами этой великой страны Поздравляю вас с Днем России Я всей души желаю, чтобы наша уникальная особенность российского народа, многонационального народа Быть вместе, в самые трудные времена вместе достигать, вместе побеждать Сохранилось всегда Счастья вам, благополучия ваши дома, мирного неба С праздником Дня России Привет вам Дружеский привет Воинский привет Ветеранам России Вот такие дела, друзья Не забудьте подписаться на канал еще раз Интернет в России глушат, но мы с вами и это сможем победить Важно, чтобы, особенно, чтобы про Курскую область как можно больше россиян знало А вы мне можете в этом помочь Держим строй